В связи военный эксперт Ян Матвеев. Ян, здравствуйте, рада вам, как всегда, в эфире Фридом. Доброе утро. Если в контексте панельки в Белгороде еще нет, скажем так, понимания в целом, да, что произошло, вот есть заявление господина Ливиева и прочего, на нем, я не думаю, что мы сегодня будем, хотя можем заострить внимание тоже, это не проблема, то если что касается разумного Белгородского района, да, там все ясно и понятно, это подтверждено непосредственно и местными властями. Я просто напрямую вам поставлю тот же вопрос, как сегодня наша звучит тема, почему российская авиация роняет эти бомбы на свои же города? Ну, все очень просто на самом деле, потому что мы знаем, что они эти бомбы сбрасывают в очень большом количестве, то есть счет идет там на тысячи в месяц, да, там кто-то что, по 45 штук в день, кто-то даже до 70, в общем, данные разнятся, но так или иначе все сходятся во мнении, что их очень-очень много сбрасывают практически каждый день. Сейчас мы видим, как российская авиация активно бомбит и Харьков, и Харьковская область, Харьков уже достаточно давно активно бомбит именно авиабомбами, и сейчас вот Волчанск начали активно бомбить с недавних пор. И когда, естественно, вы используете много каких-то боеприпасов, велик риск того, что будет просто какой-то брак, обычный самый заводской, да, и даже небольшой процент этого самого брака может привести, соответственно, к там сходу, поломке этого боеприпаса, ведь это авиабомба, да, ФАП с ОМПК, она состоит не только из самой бомбы, но и вот из этого устройства, которое должно сработать при сбросе бомбы, раскрыться крылья должны, оно должно полететь в определенном направлении, и пролететь около 40 километров. При этом как раз-таки российские самолеты обычно сбрасывают эти бомбы издалека от линии фронта. А учитывая, что сейчас они бомбят, по сути, приграничные территории, то им приходится это делать в глубине, собственно, Белгородской области. И я думаю, что вот эти бомбы, которые падают в Белгородской области, это не только сход боеприпасы, ведь сход имеется в виду, когда бомба, ну, по сути, оторвалась от самолета, то есть он летел-летел, не собирался ее сбрасывать в этот момент, она просто сорвалась. Такое тоже, конечно, бывает, брак креплений, кто-то что-то забыл там прикрутить, неправильно затянули и так далее, когда там техники на аэродроме в авральном режиме эти десятки бомб каждый день прикручивают, конечно, можно допустить ошибку, или какой-нибудь болт там сломался, еще что-то, в общем. Но я думаю, что сейчас они их избрасывают над Белгородской областью, собственно, это, ну, практически никаких сомнений в этом нет. И, соответственно, если там хотя бы полпроцента, один процент, да, из этих, там, не знаю, 100-200 бомб сломается, то есть не раскроются, допустим, эти крылья при запуске, то, соответственно, бомба просто упадет как свободно падающая, она не пролетит там 40 километров, 30-20, она пролетит немножко, небольшое расстояние и упадет как раз на Белгородскую область. Вот это и происходит. При этом мы знаем, что конструкция этих ФАПСУ МПК довольно кустарная. Это, с одной стороны, плюс для российской авиации, ну, потому что это дешево, их можно выпускать много, мы видим, что они их выпускают много теперь. Теперь, с другой стороны, это и минус, потому что они, во-первых, цепляют их на эти бомбы прямо вот перед запуском, то есть это не какая-то сложная система, которая интегрирована внутрь боеприпаса, там, продуманная конструкция. Нет, это довольно простая такая штука на, ну, по сути, на хомутах специальных металлических, которые просто прикручиваются к бомбе, притягиваются. И все, естественно, тут велик шанс брака, велик шанс ошибки. Ну, а, естественно, когда говорим о бомбе, любой такой брак приводит, вот, может привести либо просто к падению бомбы, либо к падению бомбы на, там, жилой дом, например. Не так давно был случай, который, ну, практически подтвержден, все-таки сложно, да, российские силовики информацию скрывают, но очевидно, что на дом частный упала как раз российская авиабомба. Там просто по виду взрыва, по воронке, по всему это можно было определить. То есть, чтобы наши зрители понимали, да, возможно, кто-то не знает, если вы нас смотрите, например, сейчас территории Российской Федерации, вам об этом не говорят, что происходит в целом в вашей же стране. Есть такой населенный пункт Воронцовка, Краснодарский край это. Астра 7 мая сообщала о также внештатном сходе боеприпаса над этим населенным пунктом. Вот для меня, для обывателя, Ян, объясните в целом, типа, когда происходит внештатный сход боеприпаса? Есть ли возможность усил ПВО, если они находятся где-то вот в регионе, отработать по этому боеприпасу? Либо, если сход произошел, то, ну, молиться только надо, по идее. Проблема авиабомб в том, что они очень небольшие, летят довольно быстро, их сложно засечь и сбить, ну, потому что двигателей у нее нет. И время вот это вот с момента падения, оно крайне небольшое, поэтому и украинское ПВО, поэтому с бомбами я не слышал, чтобы могла справляться. Ну, это просто такая сверхзадача для ПВО. Теоретически, конечно, это возможно, но это очень-очень-очень сложно для любого ПВО, в принципе. А уж если говорить о нештатном сходе боеприпаса, то я думаю, что российские ПВО даже не пытаются как-то это отслеживать, потому что в таком случае они просто начнут, скорее всего, сбивать свои самолеты. Если они настолько повысят бдительность, что будут пытаться ловить какие-то бомбы, то просто будут палить по своим постоянно. И при этом еще так же, если это запущенная бомба, ну, то есть сброшенная в месте, где она по их плану и должна была быть сброшена, то не понять же сразу, да, сработала она, не сработала, то есть, ну, сбросила, сбросила, вот она упала, полетела там, не полетела куда-то и так далее. То есть, вот этот вот лаг между тем, чтобы понять, что бомба вроде как летит куда надо или падает вниз, уже настолько маленький, сбрасывают они относительно с небольшой высоты их, что просто не успеть ничего предпринять, конечно. Я, ну, а с другой стороны, да, вот, допустим, если говорить о ракетах, то уже неоднократно тоже мы говорили о том, что именно над Каспием размещаются стратегические бомбардировщики, именно потому что какое-то количество ракет просто падает практически сразу после выпуска, и таким образом падают они в море. Ну, тут я смотрю то, что на головы кому-то может упасть кап, либо какой-то другой снаряд, имею в виду на головы россиян, тут как раз для российского военно-политического руководства это никакой роли не имеет. Они прекрасно понимают, что такое может быть, но последствия их мало интересуют. Ну, естественно, плюс это, знаете, с самого начала полномасштабного вторжения было понятно, что на своих людей российскому руководству и путинской власти точно так же наплевать. Ну, достаточно, да, подумать о том, что вообще-то российских солдат просто отправили на убой в чужую страну, да, воевать за совершенно какие-то непонятные преступные интересы, никому не близкие вообще, в принципе, и очень, как бы, ну, по абсолютно выдуманным поводам, да, и российские солдаты, как бы, те же самые граждане России, да, умирают и так каждый день. А бомбы просто невозможно сбрасывать откуда-то издалека, то есть у них вот эта вот дистанция полета-то не такая большая, ну, до 50 километров я такие предельные числа слышал. Раньше их чаще сбрасывали над оккупированной территорией, там контроль выше, естественно, там больше военных, больше всяких силовиков, которые следят за этим, и информация меньше прорывалась, но тоже есть информация о том, что в районе Донецка падали такие бомбы и так далее. Ну, естественно, в Белгородской области, которая вроде как должна быть мирная, как бы люди свободно это все фотографируют, выкладывают, и становится об этом просто более известно, да, а как раз-таки вот примерно полгода, наверное, как активно начали использовать авиацию, авиацию, в том числе для обстрелов Харькова и области, может быть, чуть больше. И вот за это время, как раз за 2024 год, уже немало, немало случаев известно, ну, в районе трех десятков подтвержденных вполне себе падение этих самых авиабомб. Вернемся к теме панельки той самой в Белгороде непосредственно. Напомню, что конфликт Intelligence Team в лице Руслана Левиева, сооснователя, сообщил о том, что в этом дом, где погибли полтора десятка человек, попал именно российский боеприпас, как ныне российская пропаганда и в целом российская армия, возможно, в будущем будут использовать этот случай, естественно, с этими намеками и враньем о том, что это именно сила обороны Украины. Ну да, конечно, безусловно, они будут использовать. Плюс мы же понимаем, что сейчас силовики заняты зачищением любой информации. Например, после первых моментов, когда появилось само видеовзрывы, например, много кадров с места, больше ничего не появлялось. На самом деле я почти уверен, что есть какие-то записи дополнительные с видеорегистраторов, с других домовых камер, еще откуда-то, ну, которые просто, видимо, зачистили, проконтролировали, чтобы они не вышли в паблик. Понятно, по какой причине. Особенно важно бы увидеть кадры как раз с северо-восточной стороны, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть версии о том, что боеприпас попал именно туда. Ну, а это будет с такой подавляющей вероятностью указывать на то, что это скорее именно российский боеприпас, потому что, ну, сложно представить, чтобы какой-то украинский боеприпас мог как бы обогнуть дом, а потом с другой стороны залететь. Такое, ну, очень теоретически возможно, но сложновато. А вот как раз с российскими уже достаточно просто, и это бы, наверное, во многом доказывало бы, что это там авиабомба упала, как раз сорвавшаяся, по мощности взрыв похож, или, как вот считается эти зенитная ракета, тоже, ну, именно крупная зенитная ракета, там, от С-300 или от С-400, тоже это вполне возможно. Мы знаем, что российская армия использует там те же С-300 для обстрела украинских городов, и повреждения, когда эти ракеты попадали в какие-то постройки, они по масштабам схожи, то есть тут тоже по мощности все сходится. Но материалов очень мало, к сожалению, чтобы что-то доказывать, как вот и фото с места, показывали некие обломки, ну, неофициально показывали российские источники, но все же заявляют, что это обломки .u, это какие-то детали, да, ну, действительно, обломки просто сброшенные в кучу, я такие доказательства вообще не рассматриваю обычно, потому что, ну, принести можно все, что угодно, как доказать, что это вот именно с этого места вообще. Да, плюс по ним вот так вот внешне, визуально не определить, что за ракета. Но если вспоминать, опять-таки, версию Минобороны про .u, которую, видимо, они будут дальше придерживаться, то надо также вспомнить, что от .u всегда остаются очень крупные обломки. Это большая ракета, от нее остается такая огромная труба, это можно легко загуглить там прямо сейчас любому, кто интересуется, да, обломки .u и увидеть, что .u, ее невозможно сбить и уничтожить прям вот бесследно. Она явно бы куда-то упала, и это бы все должны были бы найти, предъявить там лежащим где-то. Какие-то очевидцы бы пришли, бы это сфотографировали, естественно, после того, что произошло, то, конечно, любой человек в Белгороде, который бы нашел такой обломок, он бы тут же его сфоткал и куда-нибудь отправил. Но этого тоже не произошло. Либо зачистили, но либо, скорее всего, таких обломков просто не было. Вот и все. Ян, спасибо огромное вам за ваши анализы, ваше участие в эфире Freedom. Всегда вам рады. Напомню, военный эксперт Ян Матвеев был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова